Министр иностранных дел в Великобритании Борис Джонсон решил показать свои познания в истории древней Греции. Когда я читал историю Пелопонесской войны и Фукеттида, для меня было очевидно, что Афины, их демократия, их открытость, их культура и цивилизация являются аналогами США и Запада. По сравнению с ними Россия кажется закрытой и воинственно настроенной страной, как Спарта. Перефразируя классику советского кинематографа, так и хочется сказать, дядя Боря, ты дурак? Потому что любой, читавший в шестую и седьмую главы историю Пелопонесской войны, Фукеттида, ну и даже школьный учебник истории, может узнать о истории об Афинах крайне малоприятного. Тот же Фукеттид, сам, кстати, афинянин и участник войны, открыто и честно пишет, как Афины хотели завоевать Сицилию, прикрываясь помощью своим союзникам, и еще пытались содрать с этих союзников изрядную сумму за содействие. А в тот период Сицилия для Афин, это было почти что как Вьетнам для США в 20 веке. Также Фукеттид греческим языком пишет, как афиняне нарушали мир со спартанцами, устраивали разбойничьи, нападения на чужие территории, ну и все остальное в этом же духе. Про спартанцев он в целом пишет примерно то же самое, и поэтому считается одним из объективнейших историков древнего мира, который описывает события большей частью так, как они есть. Но смешнее всего, даже не это, смешнее всего, как отреагировала на безграмотный бред Джонсона Министерства иностранных дел России в лице его главной блондинки, пресс-секретаря Марии Захаровой. Спарта в массовом сознании российского населения, это в принципе позитивный образ. И старый американский фильм «300 спартанцев», и последний фильм-комикс «300», и знаменитые спартанские лаконизмы, как бы вот создают в сознании россиян общество таких крутых, очень остроумных мужиков, которые там всех мочили, и не только мечом, но и словом. И неудивительно, когда Джонсон ляпнул, сразу весь интернет взорвался одобрительными фото-жапами, там воплями. «Да, мы Спарта, конечно!» и так далее. Но Маша обиделась. Сравнение некорректное. И дело даже не в том, что Россия никогда не была воинственной страной. В отличие от тех же европейских государств. Суть противоречия афиды Спарты – олигархия, как основу устройства, последней. Россия никогда не была воинственной страной. Так вот мирно-мирно распространилась на одну шестую часть света. Да, конечно, многие её войны были оборонительными. Другие были предприняты для того, чтобы отвоевать ранее утерянные территории. Ну, как там, например, Русско-Польская война 1654-1886 года. Я имею в виду дату подписания окончательного мира. Как Северная война Петра Первого. Но были же и совсем другие войны. Например, Россия же начала войну с Пруссией в Семилетнюю войну. Не потому, что предки Фридриха Великого у неё что-то отобрали. Ничего они у неё не отбирали. И в 1799 году Павел Первый послал русские армии против Франции в Италию, Швейцарию и Нидерланды. Русскую эскадру в Средиземное море, к Аканическим островам. Не потому же, что Швейцария, Нидерланды и Италия были исконно русскими владениями. Нет, конечно. Россия, естественно, вела завоевательные войны, так же, как и все остальные значимые государства мира. Это данность. Не может в своей истории любое значительное государство мира не вести завоевательных войн. Это так же нелепо, как крокодил с вырованными зубами. Но Маша делает вид, что этого не понимает, а дальше выдаёт вторую глупость. Что оказывается, офигяне воевали со спартанцами, потому что спартанцы такие-сякие были недемократичны. Ну, то есть, Маша повторяет бред и пропаганду Госдепа, что США делает разного рода пакости России не потому, что преследует свои политические и финансо-экономические цели, а потому, что в России недемократический режим. Ну, так что ли? Нет, конечно, это чушь собачья. И Спарта, строго говоря, была демократическим государством. Все значимые должности избирались народным собранием опеллой. Да, другое дело, потом представители самых аристократических родов группировали эти должности. Ну, так везде так. Но спартанская, условно говоря, конституция, то бишь, законы Ликурга были чрезвычайно демократичны. Все полноправные граждане, начиная с 30-летнего возраста, в выборах участвовали. И с афинянами они, конечно, воевали не потому, а потому, что решался вопрос, кто будет доминировать в Древней Греции. По той же самой причине, например, Франция с Германией воевали за доминирование в Европе, независимо от того, был в Германии император, кайзер или фюрер. Или во Франции был король Людовик, император Даполеон или демократическая республика. Стоит вопрос, зачем все это? Варианта тут два. Либо Маша действительно это абсолютная кукла Барби, которая просто считает, что если Джонсон или кто-то еще на Западе с кем-то сравнил Россию, это обязательно оскорбление. И ни с чем хорошим ее сравнить не могут. Либо она просто Спарту не любит и ей в чем-то завидует. И можно понять в чем. Я уже многократно рассказывал о разного рода феерических глупостях, которые выдавало наше внешнеполитическое ведомство и лично его руководители. Напомню, что почти одновременно посольство России в Эстонии протестовало против открытия памятника эстонскому пособнику гитлеровских оккупантов Харальдуну Гисексу. А посольство России в Литве возлагало венки к могилам литовских лесных братьев, которые в массе своей были точно такими же гитлеровскими пособниками. Сама Маша Захарова обличала польский пробег в честь боевиков антикоммунистического подполья, воевавших с Красной Армией и профсоветским режимом. И тут же объясняла, что Сталин хуже Гитлера. После чего встал вопрос, что если Сталин хуже Гитлера, то тогда кто, получается, те, кто с ним воевал? Значит, герои. А тогда зачем их обличать? Ну и, как уже тоже не раз говорилось, та самая Маша, с одной стороны, взмущалась открытием в Ереване памятника организатору армянских легионов вермахта Григину Террор-Тюняну, более известному под фамилией Нжде, и делала вид, что не знает, что мемориальная доска ему открыта в Армавире. Подстать своим подчиненным и сам министр иностранных дел Сергей Лавров, который в интервью «Комсомольской правде» объяснил, почему, с его точки зрения, в марте 2014 года в пророссийские настроенные регионы Украины нельзя было вводить российские войска. Наша армия присягнула новому руководству, и новое руководство отдало бы приказ этой армии противостоять российской. Министр иностранных дел России называют украинскую армию нашей и опасается ее вооруженного противостояния с российской. Я думаю, что после этого понятно, почему российские дипломаты так в глубине души завидуют спартанским. Помните, когда персы потребовали от спартанцев сдать оружие? И ответили, приди, возьми. Сказали, наши стрелы закроют от вас солнце. Спартанцы ответили, будем сражаться в тени. И уже потом Филипп Македонский сказал, если вы мне не покоритесь, и если я приду в Спарту, и разрушу город, и убью всех, спартанцы ответили. Если сравнение этих великолепных афоризмов с казноязычным словесным поносом Министерства иностранных дел Российской Федерации, я думаю, достаточно красноречиво. И поэтому, если в честь спартанцев до сих пор снимают красивые, яркие и пользующиеся любовью сотен миллионов зрителей фильмы, то в честь лавровцев могут снять только третиразрядную порнографическую кинокомедию. Спасибо. Спасибо.